Школа боевых искусств работает в пяти направлениях. Это айкидо, дзюдзюца, винчун и айдо и дзюдо. Если во многих боевых искусствах идет поединок-бой, то в айкидо и дзюдзюца принцип не сопротивляться. А поддаваясь побеждать, рассказывает представитель этого стиля Гагик Тадывасян. У нас даже на тренировке нет соперничества. У нас есть партнеры. Мы как бы техники джиу-джитсу и айкидо именно заключаются в том, чтобы не атаковать, а использовать атаку противника против него же. Вот основные принципы. Это и в джиу-джитсу, и в айкидо. В эту школу приводят детей на занятия с четырех лет. Но бывают и исключения. Так Алексей Федосенко искал для своего сына спорт, в котором был бы минимум агрессии. В итоге Артем уже в три с половиной начал обучаться айкидо. Мы были очень активны и пришли, побеседовали с сенсеем, попробовали первую тренировку. Он сказал, можно дальше продолжать. И вот мы уже занимаемся больше года. Мы пришли, мы полюбили. Здесь прекрасный тренер. Если айкидо – это бросковый стиль, то венчун ударный. В нем так же, как и в айкидо, присутствуют броски. Но здесь даже если бросили, то только для того, чтобы ударить. В этот вид боевых искусств набирают детей с десяти лет. Ипан считается не то, что основателем стиля венчун, но он учился у разных мастеров и все это систематизировало единую систему. Его очень большая заслуга в том, что он создал очень логичную систему обучения. В ближайшее время школу посетит член Совета директоров всей японской императорской организации, созданной мастерами боевых искусств. Мастер восьмого дана – Такао Китано. Он оценит, как в Калуге растут юные бойцы, а также проведет мастер-класс для воспитанников. Алена Холомиева, Владимир Кормильцев, Вести Калуга.